Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас небольшая тема, одна из тем из серии видео про грунты. Я расскажу, где лучше набирать грунт, какой не брать, какой брать и как, в общем-то, заготавливать. Значит, первый вопрос, который всегда люди задают, можно ли брать цветочный грунт? Нет, нельзя. Из магазинов для цветов мы грунты не берем, по причине, как правило, кислотности, большое количество в нем, ну и тому подобное. Значит, с полей, тоже около полей, тоже нежелательно брать грунт. Оптимальный вариант для забора грунта, это какие-то поляны в лесу, да, там, где не сажали и не сеяли. Вот это самый лучший вариант. Можно даже соснового леса, да, где недалеко есть, либо вариант осины, где растут, да, какие-то там крапивки и тому подобное. То есть, вот в этих вот местах с осторожностью берите около жилого массива, потому что часто туда что-то сливают в лес, да, там какие-то строители, еще что-то, чтобы там часто собак не выгуливали с кошками, да, потому что тоже могут пописать там, да, и там, и этот запах, он остается, и, соответственно, рыбки у вас не будет. Поэтому для вас самое основное, чтобы там людей не было, чтобы там производства никаких не было, не ступала нога человека, что называется, да, вот туда уходите, там набирайте эти грунты. Оптимально иметь у себя два вида грунтов, но это каждый выбирает под свои условия. Скажем так, первый вариант это суглинок, это такой средний по плотности грунт, по консистенции, и второй вариант это глина, соответственно, тяжелая, да, глина. Если вы ловите постоянно на сильном течении, да, и никогда не ловите нигде в иных местах, а только на быстрых сильных реках, да, то, соответственно, вам нет смысла набирать первый вариант грунтов суглинка, да, вы берете, заготавливаете только глину, она только для вас будет использоваться, в общем-то, практически всегда. Ну и, соответственно, наоборот, если вы на стоячей воде иногда ловите, да, и ловите на среднем течении, как правило, это грунты все-таки суглинки. Кротовина оптимальный вариант, то есть ищем кротов, где холмики, и, соответственно, смотрим первое, то, что сверху сбрасывается, потому что часто туда что-то там попадает, может быть, из насекомых, там еще какие-то вещи, да, чтобы не попало это. И вот лопаты первые, то, что бугорочек сверху сбрасываете, там какой-то сантиметров 10-20 его, да, и дальше уже вырываете изнутри то, что уже чуть ниже уровня земли находится, там самое чистое будет грунт, и там вы, прежде чем набирать его, естественно, смотрите. Эти гроты живут везде, они могут накопать и того грунта, который вам не нужен, с большим содержанием песка нам грунты не нужны, поэтому вы просто возьмете этот грунт, он, как правило, если жара не стоит, он будет, как правило, слегка увлажнен, и это, в общем-то, тот идеал, который нужно. Вы берете, пожимаете руками, то есть он должен с одного сжатия одной рукой превратиться в такую колбаску, да, соответственно, когда вы его раскрошите, он должен с таким, ну, не тут же распасться, да, как песок рассыпаться, да, скажем так, вы там 2-3 раза должны пожамкать, да, для того, чтобы он разошелся. Соответственно, если вы его увлажните, это будет уже плотный такой пластилинчик, то есть грубо, понятно, что там на словах это тяжело объяснить, но вот будет сейчас, сезон настанет, я покажу, да, то есть это будет именно вот по моим описаниям оптимальный грунт. Есть такой нюанс, я вот в своем видео уже рассказывал ранее, то есть просто не думали, что с этим столкнемся, да, спортсмены нарыли грунт под стогом сена, да, и вот от травы там, видимо, может быть, мята была, может, еще какие-то вещи, да, ну, какая травка, да, она сгнила и пропитала вот эту вот землю. Она с виду-то вроде нормальная, да, тяжеленькая такая, липкая, да, ну, представьте, там, грубо говоря, там неделю или две лежит сено, да, и вот вы его, сток сена, да, вы его смахите, ну, убираете, и там вот то, что останется, такая мокрая земля, да, то есть по виду вроде чуть-чуть подсушил и замечательный грунт. Ну, на самом деле, вот все, все пролетели с этим грунтом, потому что, видимо, от него пахло вот этой вот перегноем, возможно, возможно, какая-то трава с запахом попалась, и, соответственно, рыба ушла. Поэтому, вот имейте в виду, такие вещи не должны быть. Второй момент, точнее, или там третий, четвертый уже по счету, не должно быть муравьев, то есть рыбы крайне боятся муравьев, я сам это удивился, но действительно так, видимо, какая-то муравьиная кислота, может быть, где-то они чувствуют еще что-то, то есть, чтобы никакой живности, букашек, червячков там всяких, ну, червячков, может быть, и есть, конечно, хорошо, но букашек вот таких вот, кусающих, летающих, желательно, чтобы не было, ну, и ползающих тоже. Как заготавливаем? Значит, по заготовке достаточно, есть два варианта, и достаточно простых, у меня с этим все проще, сейчас у меня есть консервант, который я с производства уникорма просто забираю. А вообще до этого, да, есть, можно делать как? Я так делал, да, это просто вы высушиваете грунт на солнце, раскладываете его на, ну, я вот на картонку клал просто раз, ну, там, метра два на два картон, да, и разбрасывал его, что называется, да, ровным слоем, потом пару раз перемешивал, часа через два на солнце он у меня был, и вот я в таком виде просто их в пакеты запаивал, и у меня он так хранился. Это разочек было дело, что глина с реки у меня запрела, вот, и после этого я стал глину такую вот пропаривать, и можно на печке положить, если это на даче где-то и печь есть, можно в духовке на противне, там, я даже было такое дело, что навалил достаточно много, закрыл там, поставил духовку, пропарил это все, да, ну, да, все это там убилось, влага ушла, и, соответственно, видимо, какие-то бактерии, грибки или еще что-то, споры какие-то, которые могли оказаться, они тоже погибли, и поэтому я их запарил, запали, в пакет положил, запаял, и, соответственно, у меня хранилось долго, и никогда никаких проблем с плесенью не было. Если вы немного пересушили грунт, ничего страшного в этом нет, то есть вы просто чуть больше дальше добавляете воды, здесь нюанс какой? Если у вас прикормки мало, но много очень грунта, сухого прям сильно, то вам нужно, естественно, перевлажнить прикормку, но если вы перевлажните до такой степени, что это будет фактически сметана, то вы убьете прикормку, понимаете, да? То есть если у вас грунт, 3 килограмма грунта, 2 килограмма грунта и 1 килограмм прикормки, вы его переувлажняете для того, чтобы грунт на себя забрал воду, да, то переувлажнили, грунт воду забрал, и у вас стало все сухо. То есть у вас слишком мало прикормки, чтобы отдать воду грунту, да, то есть она просто высушена вся, и вам обязательно нужно доувлажнять. Вот про доувлажнение это в другом видео. Соответственно, имейте в виду, что если у вас грунт все-таки мокрый, и вы накопали его прямо при рыбалке, да, что называется, перед рыбалкой непосредственно, здесь обязательно он должен быть просеян, желательно сито 4 миллиметра. То есть я им пользуюсь, 2 просева приблизительно, все сбрасывайте, и вот на этом грунте вы можете замешаться достаточно хорошо. По увлажнению, по всему, опять же скажу, это будет отдельное видео. Пожалуйста, не забывайте подписываться на телеграм-канал ВКонтакте и Ютуб для вашей же пользы, да, потому что подписчики и покупатели у нас в магазине удилищ разных марок по акции, в период действия акции получают бесплатно две запасные части в год. Мы уже проводили акции такие достаточно часто много, уже перечислять те бренды и производители не стоит. Это и Сальма, и Фидер Концепт, и Мейджер Крафт, и Лаки Джон, и Дайва. Дайва очень, то есть люди довольны, все пишут хорошие отзывы, поэтому мы единственный магазин, кто такие акции устраивает. Насколько долго они продлятся, такие акции, я сказать не могу, но вот на данный момент они продолжаются, поэтому подписывайтесь. Условия всего два, это быть подписчиком на минимум на три социальные сети, на страничке в социальных сетях магазина Multifish и покупить удилища у нас. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok